Дистанция тысячи метров и две стрельбы, лёжка и стойка. Кинологический биатлон. Как же это возможно? Гонка со стрельбой по собачьи. На самом деле всё просто. Собака – двигатель, стрельба – задача хозяина. Вот только остановить разгорячённого пса на подходе к огневому рубежу, пожалуй, самый сложный манёвр в гонке. Наталья Бубнова – одна из первых спортсменок, которая после биатлона обычного перешла в кинологический. Говорит, никаких секретов собачьей мотивации в общем нет. Работать на дистанции до изнеможения собак заставляет вполне объяснимое чувство. Желание угодить хозяину. Если собака любит хозяина, если у хозяина с собакой контакт, а контакт – это в первую очередь при дрессировке собаки, если не будет контакта – не будет дрессировки. Какая бы хорошая собака ни была, то собака всегда хочет угодить хозяину. И угодить чем? Тем, что она хорошо себя ведёт, выполняет команды и то, что хозяин её просит. Но у многих спортсменов на дистанции возникают проблемы. Желание угодить хозяину есть, но собачий задор иногда перехлёстывает. Фу! Фу! Ряд! Ряд! Папа! Пошёл, пошёл! Ряд, ряд! Они это воспринимают не как соревновательный процесс, они воспринимают это как игру больше. Потому что она может кому-то показаться, что она относится к вам агрессивно, а наоборот она просто хочет показать, как она вас там воспринимает игриво. И спортсмен, который её управляет, должен просто строго с ней не обращаться, а обходиться, чтобы она понимала, что идёт соревновательный процесс, а не игровой. Кинологический биатлон – дисциплина новая, родилась в Нижегородской области всего 10 лет назад. Сейчас этим спортом занимаются уже в нескольких российских регионах. Международные федерации ездового спорта собачий биатлон пока не признают. Говорят, опасное это соседство – оружие и животные. А в России считают, что отработать навыки дрессировки кинологам биатлон позволяет гораздо лучше, чем любая собачья выездка. Это отношения компаньоны, друзья, друг к другу помощники, так же, как и в армии, так же, как эта собака – это друг-помощник, в первую очередь, кинолога, полицейского, воина, потому что они работают в паре. Собака тащит, но также вы обратите внимание, что спортсмен идёт с палками, с лыжами, он помогает собаке бежать. Не только собака работает, но и спортсмен. Впереди у нижегородских кинологов чемпионаты России, а до этого сплошные тренировки и контрольные старты. На стадионе Автозаводского района биатлонные собачьи забеги проводятся каждые выходные. Приходите посмотреть. Алексей Александров и Василий Низов. Объективно. ННТВ.